И потом везде можно козырять. Это патент. Поэтому я уточнил это ремонт. Ну и последнее, что я хочу сказать, и свое мнение, и мнение тех оценщиков, с которыми я хорошо знаком. Мы не против налоговой оценки в принципе. Мы против того, как сегодня воплощается в жизнь налоговый кодекс. Вот о чем разговор. Потому что сегодня все восприняли так, что вот мы старые оценщики против вообще, чтобы там кого-то пускать и тому подобное. Да ради Бога, пожалуйста. Я в своей жизни подготовил 12 человек. 12 человек, которые у меня стажировались. Один из них работает в Штатах. Сегодня оценщиком. Понимаете? Поэтому, если бы я хотел кого-то не пустить, я бы не пустил. Поэтому еще раз подчеркну. Мы не против. Мы за то, чтобы выполнялся закон, не кодекс налоговый, выполнялся грамотно. Спасибо большое. Заступная Людмила Туровская, генеральный директор компании «Эксперт РИБО». Туровская Людмила, председатель Федерации работодателей в сфере оценки землеустройства Украины. Я люблю цифры. И несколько цифр, чтобы не забирать ваше внимание даром. Мы только что говорили, что оценка автоматизирована. И оценщику дается одно единственное право. Нажать на кнопку и получить результат. Какой результат? Типа таблички на одной страничке. Тогда возникает вопрос, смогут ли наши граждане оспорить такую оценку, которую однозначно на сегодняшний день мы с вами понимаем, мы получим низкого качества. Ответ неутешителен. И неутешителен по трем пунктам. Первый. Фонд госимущества, по сути, принял программу, я уже говорила, где отчет пишется на одной странице. Мы имеем с вами табличку без обоснований и без счетов. Но есть еще более интересный момент. Фонд госимущества формально, по сути, исключил проверку. А как и случилось? В июне 12-го года был принят приказ фондом госимущества оборять те работы артистационно-рецензионной комиссии. И тогда возникает вопрос, а кто в этой комиссии? Оказывается, только представители двух организаций. Послушайте, двух организаций из девяти существующих саморегулирующих. Вопрос второй. А кто, какие члены там составят? Оказывается, руководители, которых нам сегодня показывали, из двух новообразованных организаций саморегулирующих. Граждане, или лучше сказать, господа Черныш и Каипецкий. А кто ж такой Каипецкий сегодня говорили? Оказывается, это руководитель, почти рассказываю, как дом построил уже. Это оказывается руководитель саморегулирующей организации, а теперь вслушаемся, которая является учредителем частного института, который и распространяет за 80% программы, и института, действие которого лоббирует фонд госимущества. А еще кто такой Каипецкий? Мало того, он же член этой дистанционной комиссии. Именно он подписывает протоколы, именно он подписывает замечания, когда даются отказ госхозяйственным структурам для того, чтобы заставить принять правила игры и что? Что платить дань разработчикам схемы. Когда мы говорим с вами о цифрах, я бы привела еще одну цифру. Вот смотрите, мы с вами сказали, оценка не очень качественная, если не сказать, что совершенно некачественная. Что она делается автоматизированно нажатием одной кнопки? Я задаю вопрос, но если так все просто, если не оценщика, а школьника, достаточно нажать на эту кнопку, скажите мне, пожалуйста, а зачем обучали оценщиков 3 месяца? И дальше возникает вопрос, а если мы посчитаем, а сколько же затратило это лицо на обучение? Не падайте со стульев. Более 10 тысяч гривен, давайте посчитаем, есть цифры, которые надо считать. 3,5 тысячи гривен за обучение само, полторы тысячи гривен за то, что дали свидетельство руководителю, тысячу гривен за то, что сдавал экзамен, командировки, гостиницы, транспорт, более 10. Вы знаете, частные заведения учебные скромненько за эти 3 месяца получили более 10 миллионов гривен. Но когда мы говорим, кто-то получил миллионы, давайте не забывать, что кроме этих миллионов, это капля моря по сравнению с 80% так называемых роялти, которые будет получать наш частный институт. И еще маленькая ремарка. Вот сколько вы учили оценщиков? 1540. Вопрос. А они что, все начали работать? Они смогли организовать свои структуры? Нет? А почему нет? А их, оказывается, не допустили. А как не допустили? А дело, что мы уже говорили о сертификатах. Сертификаты-то не дали, а сертификаты только дали своим те, которые были ранее предназначены и четко определены. Извините, если будут вопросы, я даю, пожалуйста. Александр Мфедеат. Алексей, выписывайся. Голова управления Украинского ТВС-20. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы переключиться чуть-чуть на другой аспект. Я не хочу говорить о политике. Я буду говорить, наверное, на большей степени о социальных аспектах, что принесет внедрение данной оценки и об ущербе государству. Но прежде чем на эту тему говорить, я хотел бы привести пример, к чему мы пришли, чтобы поняли журналисты и наши люди. Сейчас фактически запатентован способ оценки. То есть это можно запатентовать способ подготовки интервью, способ кушать, способ спать, способ есть и далее, и далее. Господа, то есть это абсурд. Совершенно правильно, в первом блоге было показано, что страна у нас существует, непосредственно многие сказки не читают. Но вопрос другого порядка, что нельзя фактически уведомительным порядком остановить весь рынок оценки. Нельзя в стране, которая считается страной с рыночной экономикой, заключать сделки, купли, продажи и налогооблагать доход гражданина не по рыночной стоимости. Нельзя в стране с рыночной экономикой делать так, чтобы сделка была непрозрачной и непонятной гражданину. Скажите мне, пожалуйста, как можно заключать сделку купли-продажи и платить налоги со стоимостью, которую люди не понимают? Объясните, кто-нибудь не понимает, как это считается. Люди должны знать прозрачность непосредственно определения стоимости. Если эта стоимость рыночная, как это во всем мире, она понятна. Рыночная стоимость. Люди понимают, что ее квартира стоит равно сколько же, сколько рядом такой же типичной квартиры. Это ясно. Во всех странах мира, где непосредственно существует налог на продажу. А я хотел бы акцентировать внимание, что сейчас данным постановлением ввели в Оману все граждане страны и правительство тоже. Потому что оценка для налогообложения дохода – это совершенно другая вещь, чем оценка для налогообложения имущества. Индивидуальная оценка при сделке купли-продажи во всех странах с рыночной экономики происходит по рыночной стоимости. И налогооблагается доходом не 5%, как у нас в Соединенных Штатах, но и целых 1,1%. Потому что именно там говорят, что чем выше налог, тем сомнительна сумма, по которой вы тут сидите сделка. Люди должны платить налоги, с удовольствием сложно сказать, но не бояться их платить. Это первое. Второе. Ответственность. Как вы думаете, заказчик несет ответственность за оценку, которую сделало частное лицо, по стоимости которой не понимает заказчик, но он несет ответственность и оспорить оценку не может. Где мы живем? Четкая коррупционная схема. Что произошло? Статья 182 кодекса говорит о том, что оценочная стоимость, хотя в 2010 году мы писали в Дерховный Совет, когда кодекс утверждался, что рыночная стоимость должна быть при налогообложении дохода граждан в случае продажи, но оценочная стоимость определяется всего лишь навсего в двух случаях, господа. Первое. Когда человек владеет менее трех лет, активы мы продают. И второе. Продает более одного раза в году. Эта норма была интересна в 2004-2005-2006-2007 год, когда шел рост в стране. И когда спекулировали на имущество, по 10-15 раз продавали. Да, тогда 5% налога на доход гражданина можно было бы ограничить. Сейчас, в принятии в 2011 году кодекса, когда идет падение, идет падение, налог взымается фактически с затрат. И самое главное, он взымается с валового дохода граждан. Он не взымается с разности между ценой приобретения и ценой продажи. Было бы логично, берется с валового дохода. Если вы купили квартиру, условно говоря, за 200 тысяч, а сейчас продаете за 150, то вы платите налог за трат. Самое главное, что он должен взыматься всего лишь в двух случаях. Но Министерство юстиции год назад выпустило наказ, что в незалежности вид по податкуванию, то-кто ЧИЕ 5% в ЧИНИ, выозначается у синочной вартости. То есть расширили количество применения оценок до 400-450 тысяч единиц в году. Это только по недвижимости граждан, транспорту. Сейчас вводятся все корпоративные права. Запомните, все ЛТДшки, все законодательные общества. Если физические лица будут продавать, то там опять оценочная стоимость. Корабли, самолеты, инфекционная собственность полностью. И подтягиваются уже юридические лица. Это около 1,5-2 миллионов транзакций. Умножьте на 1000 гривен, и мы получим деньги. Но юридические лица будут дороже. Почему сейчас цену не ниже 300 выслали применять? Потому что обожгли, 12 компаний определили стоимость от 5 тысяч до 60 тысяч гривен. Прибегает юрист один и кричит, разводится с женой. Домовладение надо было срочно, это передременно назначение бракоразводного процесса. И мы выставили за дом консезарта, консезарта 62 тысячи гривен. И он заплатил. В том году, когда все в ней работали или дивиденды. В этом году, перед 1 августом, также цены поднялись. Но сейчас они поняли, что это один из аргументов оценщиков, которые работают на рынке, что мы, ребята, работаем по ценам, которые сложились на рынке. От 300 до 700-800 гривен. Поэтому указание 300, войти в рынок, отбить всех остальных 9 тысяч оценщиков, а потом уже трактовать. Вы же прекрасно понимаете, когда монопольное положение на рынке, то для вхождения это одно, а потом идет совершенно другий эффект. Один из элементов, который мы сейчас не упоминали, но мы должны сказать. Господа, если вы надеетесь, что вы, созвонившись с нотариусом, подготовите сделку за день-два, за день-два дня, вы ошибаетесь. Если сегодня оценщик делал по ценам квартиры за один-два дня, то сейчас это 14 дней минимум, и заказчик должен расписаться на титульном листе и признать, что это оценка, то есть, вернее, эта оценка действительно, только с его подписью на титульном листе. Скажите мне, пожалуйста, в сельском населенном пункте как сможет бабушка приехать подписать лично? Как она сможет заполнить анкету? Это социальный взрыв. Самое главное, могу сказать, что ущерб государству, он пока не осязаем с точки зрения происходящего, но это ущерб моральный. Если мы идем в ЕС, то такого не должно происходить. Понятия оценочной стоимости нет ни в одном европейском и нет в международном стандарте. И налоговой оценки тоже в таком виде нет. Ввели в Оману, потому что, я говорю, то есть, есть понятие налог на продажи. Я не закончил тогда в штатах 0,1%. А во многих странах, господа, во многих странах этого налога вообще нет. Я поясню, почему. Потому что, если человек за свои накопленные средства, законно заработанные, накопленный поток положенный депозит, купил квартиру или дом, он уже заплатил все налоги. Извините, какой налог в продаже? За что? Или он должен быть не очень высокий? Тогда это будет понятно. А вот налог на имущество юридических физических лиц, который у нас сегодня пока веден с пометражного расположения, то действительно идет отстоимость. И тогда люди владеют собственностью в центре. Кто заможен, может платить. Кто не заможен, не платит. У меня пока все. Дякую. Нагадую, что это заседание по спорту, независимой медиа, про спорту, спорту журналистов, губерна за поддержку, за участки спорта, и я позволю себе сказать, что это не конференция, а именно заседание. То есть вы, жанровные коллеги, можете брать участь, ставьте вопросы, або высловите свои позиции. Это ваше право, я с вашего дозвола, сказано было очень много, я коротко резюмую. Насколько я понимаю, до сих пор существовал рынок оценивания, но знали, что в фонде Держмайна, которые решили, что нужно, его можно полизировать, они створили систему, с которой допускают только те, кто вегетный им, те, кто не будет выступать, и за допуск на этот рынок нужно платить непоганую сумму грошей. Кроме того, мы створили новую ситуацию, когда оценивач, отривая свои прибутки, фактически новый податок, 80% от своих прибуток повиняют платить какому-то приватному институту, который, де-факто, контролируется все теми же диячами из Фонда Державного война. Чи правильно, если я неправильно разумею, вы меня поправите, но у меня вопрос, и также запрошу вас до беседы, все же таки, каким чином у нас справедливо наступный крок логичный, у нас повинен уже отбирать квартиры. Каким чином это отбудется? Как совершенно верно сказал Алексей, схема оценивания, мало того, что она на сегодняшний день противоречит действующему законодательству, Конституции Украины, она еще и приводит к абсолютно однозначно, она приведет к целому массиву ошибок при оформлении недвижимости граждан, при купле-продаже на данный момент. То есть, причем, за каждую ошибку, согласно тексту постановления 231, ответственность несет ни отценищик, ни фонд, ни нотариус, а заказчик, то есть гражданин, который покупает или продает недвижимость. Таким образом, возникает совершенно конкретный риск того, что сделка, совершенная, оформленная с ошибкой, в том числе, если ошибка будет содержаться в процедуре оценки, будет признана недействительной. А что у нас происходит в результате недействительной сделки? Вы, наверное, следили за ситуацией с недвижимостью господина Корнацкого в свое время с его земельными участками. Вы знаете, что происходит у нас в таком случае. Аннулируется правоустанавливающие документы и недвижимость переходит доход к государству или того, кто оказался рядом и чувствует в себе силы для того, чтобы эту недвижимость схватить и забрать. Вот вам первый риск. Второй риск. За результат оценки, за процедуру оценки несет ответственность заказчик. За результат оценки тоже несет ответственность заказчика, как это ни странно. Хотя есть субъект оценочной деятельности, у него есть сертификат, есть директор, который проверяет этого оценщика. У него тоже есть сертификат отдельный. Есть институт качества, который проверяет оценщика. У него тоже сертификат. Есть экспертная комиссия, есть подгосударственное имущество, которое проверяет качество оценки. Пять органов проверяют качество оценки, а ответственность за результат несет кто? Заказчик. И если вот эти все товарищи где-то нахомутаются результатом, а это элементарно можно сделать. Если вы почитаете материал, предоставленный самими вот этими организаторами, размещенный вчера в прессе, там одна коллега продемонстрировала журналистам работу программы и сказала, вот видите, как замечательно получается. Вот мы оценивали, оценивали и получили нижерыночные. Так что не переживайте, налогов много платить не будете. Это вчера было сделано перед камерами. Это что мы получили? Мы получили заниженную стоимость для налогообложения. Любой прокурор вам два счета нарисует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. На кого? И на оценщика. На заказчика опять же. Потому что два счета можно доказать, что вот эта штукатурка описана заказчиком неправильно, как там он по телефону рассказывал об устройстве своей квартиры. Элементарно можно доказать, что вот эти светильники стоят больше, чем сказал заказчик-оценщик. Элементарно можно сказать, что половое покрытие вот этого стоит больше в магазине, чем он сказал, оценщик. Можно элементарно придраться к техническому состоянию дома. Сказать, что заказчик сказал, что он плохой. Пришел оценщик, например, перепроверить. А плохое состояние дома, это когда он уже сносится. Человек сказал, что у меня дом в плохом состоянии. Оценщик записал в плохом. Потом пришли перепроверить, а дом стоит. Значит, он в неплохом состоянии, он в удовлетворительном состоянии. Чувствуете разницу? А это занижение на 30% стоимости схода. 30%. А на объемах 5% стоимости квартиры это особо крупные размеры. Вот вам риск номер два. Мало того, что человек рискует лишиться квартиры в результате, он еще рискует попасть под уголовное преследование. На ровном месте совершенно ничего не сделав противозаконно. Следующий риск. В следующем году нас ждет реформирование системы налогообложения владения недвижимости. В этом году схема не заработала, где налог считался от квадратного метра. В следующем году нам обещали налог от рыночной стоимости. Внимание! Давайте подумаем, а откуда будут брать налоговые органы, рыночную стоимость, недвижимость? Всей в стране недвижимости, рыночную стоимость. Вы представляете себе колоссальные объемы недвижимости, которые находятся в Украине? Это порядка 30 миллионов квартир. Домов. Миллион. Откуда возьмут рыночную стоимость? Что кто-то заказывал у какого-то научного института? Катастрофа. Нет. До сих пор нет таких работ. В бюджете деньги на это не выделены. Никто не разрабатывал никакой концепции. Никто не предложил никакого подхода научного. Как оценить всю недвижимость в стране? На Западе это делают специализированные институты по государственному заказу. Они строят катастрофы недвижимости, так же как катастрофы земли существуют. Существуют на Западе катастрофы недвижимости. Проводится исследование рынка. Проводится исследование технического состояния. Вычисляются очень сложные математические модели. На их основании делаются катастрофы карты и катастрофы оценки. Вы уже говорили достаточно много массивных информации. Я думаю, что у наших коллег, наверное, какие-то вопросы или желание выступить, оценивать и такие-то. Если кто-то хочет, пожалуйста, обращайтесь катастрофы. А микрофон можно передать? И назовите, пожалуйста. Очень четкий и точный вопрос. Как выстрел в десяток. Почему? Почему? По сути, вы помните, я только что говорила, что граждане почти не имеют варианта побороть каким-то образом новоявленных оценщиков, если им сделают оценку неправильно. Оказывается, есть один выход. Наши новоявленные оценщики получили квалификационные свидетельства, которые сегодня можно, по сути, считать недействительны. Потому что они были выданы в нарушение законов и нормативных актов. У нас есть закон профильный, по которому сказано, что любой субъект, оценщик должен обучиться, а потом пройти годичное стажирование. Стажировка людьми годичная не была проведена. Вторая часть. Они учились вместо 505 часов 80. То есть на сегодняшний день мы можем говорить, что о качестве работы таких оценщиков можно говорить в сомнительном, в ориентировочном варианте. Мы будем получать отрицательные негативные оценки и у нас будут судебные расследования. Одно за одним. Ну, пожалуйста, кто еще хочет высловаться, прошу, назовите. Здравствуйте. 1260 человек. То есть фактически это одна из самых мощных организаций, меняющих себе оценщиков. Эта организация не представлена ни в одной из новых структур. Ни в одной. То есть ни в новой аттестационно-резереной комиссии не нашлось ни одного голоса. От 1250 человек, которые пробыли на рынке ни год, ни два, ни три. Которые стояли у истоков этой оценки. Зато там есть новоиспеченный оценщик. И я бы хотел еще обратить внимание на тот количественный перевес оценщиков по третьему направлению. Новых оценщиков. Ведь фактически из новых оценщиков, получивших право сейчас проводить оценку, ставя оценщиков, нет вообще. Спрашивается. 9000 оценщиков, имеющих высшее образование, имеющих экономическое, юридическое или строительное образование. Они что все? Они хотят работать? По словам головы фонда Державного Мэнда так и есть. Он на пресс-конференции в открытую зарею. Мы предоставили возможность всем. Так что, 9000 человек, которые сейчас работают на рынке, не изъявили желание работать? Изъявили желание работать 120 человек за неделю выучившись. Ну это смешно. Я хотел... Может у журналистов есть запитание? Ты можешь бы улазить, как назвите? Сергей Сегипа, агентство 24 ЮИ. Мы сегодня стали свидетелями такого квалифицированного разговора и очень такого тревожного. Вот скажите, мы понимаем, что мы сейчас перед перераспределением рынка услуг, кто виноват, понятно, а что делать? Вот мы услышали, и что делать? Этот беспредел не сегодня, завтра коснется каждого. Правильно сказали, что мы в той или иной степени властники. И что делать? Пришла новая банда, извините. Те, кто профессионалы работали годами, договорняк набрали новых, которые как бы обучили, раздали за бабло какие-то свидетельства. И что теперь? Можно я, да, ответить на вопрос? Ну, первое, что необходимо, это отменить постановление 233. Это самое... Оно, по-первых, суперечит закону про оттенку майна. То есть, была спроба под Кабмину внести проект закону про оттенку майна с изменами, и экипт легала так в русло постановок. Однако, нам удалось в этот период времени, в весенней сессии, все-таки не допустить, чтобы этот законопроект рассматривался, потому что они хотели ввести постановление, подкрепить закон и изменить. А кто бы вы ни взятому выбросили? Откуда пошло? От Кабминета Министров, что ли? От Кабминета Министров, что ли? Да, что ли? Ну, дальше. В чем суть? Что делать? Первое, отменить постановление. Второе. Дамы и господа, я вас прошу. Нету никакой новой специальности налогового оценщика. Это блеф. Полный блеф. Ее нету. Чтобы вам было понятно. Это если завтра с утра вы приходите на работу, и те, кто пишет на экономические темы, теперь вам говорят, что вы должны теперь по определенному способу, запатентованному, в таких-то рамках, на 2-3 колонки, писать интервью на экономические темы. Для этого вы должны будете, вы уже журналист, у вас есть специализированное образование, но вы еще должны будете пройти обучение, как писать статьи на экономические темы, обязательно. И ваш директор, редактор, тоже можно пройти экзамен. Сдать экзамен на лимитеру. И потом только лишь, купив патент. Заплатите, вы забыли сказать, заплатите за навчание. Да. Купить патент на право писать по вот такому способу статьи, вы теперь сможете писать на экономические темы. Понятно? По-другому можно сказать следующее. Завтра, во всем парикмахерам стригут под полубокс. Девочки не радуются. Вас стригут под полубокс. Потому что так запатентовали, так выгодно, так удобно всем быстро. Вот чем проблема. Что совершенно аллогичная схема с точки зрения рынка, с точки зрения влияния на экономику страны. Потому что год назад, когда отменили в июне месяце то постановление наказа фонда имущества, именюста, Украинская общественная оценщика предложила в кабинет министров непосредственно, как контролировать качество и оценщиков. Что получилось? Часть взяли в эту постановку. С точки зрения регистрации отчетов на сайте фонда у нотариусов, это естественно и нормально, когда регистрируются все отчеты, чтобы не было лишних отчетов на рынке. Назовем так, как некрасиво, там, левый, неправильный, по которому совершаются сделки. Это естественно. И также мы предложили и сказали, что ответственность оценщика должна быть, как она есть у нас в кодексе, и административная, и уголовная, в случае, если он вращает. Ответственность оценщика. Однозначно. И это есть у нас в кодексе. Ведь все оценщики прекрасно понимают, что наполнение бюджета страны очень важно. Но если мы идем в Евросоюз, там есть и налог на имущество граждан, и налог на доход. Только они регулируются. И именно поэтому мы сделали совершенно нормальное предложение. Люди не любят платить. Так вот налоги за рубежом занимаются следующим образом. Когда продают или налог на имущество, есть рыночная стоимость, или 50% от рыночной стоимости. Человек понимает. Его квартира стоит за метр квадрат на тысячу долларов, а с него налог берет 500 или 700. Или минус 20, или минус 30%. Человек тогда понимает. Да, но берется с разницей между затратами на приобретение и непосредственно продаж. Поэтому выход один. Жить цивилизованным. У нас есть закон об оценке имущества, которое вполне цивилизованное. У нас есть национальные международные стандарты, которые также цивилизованы. Но в них вносятся сейчас изменения. Это же первый шаг. Отодвинули, условно говоря, от общественного регулирования оценщиков, работающих на рынке. Вносятся изменения под свои схемы. Под колоссальные деньги оборот оценочных услуг. Когда 10 тысяч оценщиков выполняют эти работы, это каждый существует, работает небольшая фирма. Она доступна. Человек в любом селе пришел и заказал у оценщиков услуг. Сейчас же проблем нет. Ведь сейчас же с 2010 года все работают. Проблем нет в том, что кто определяет плохой оценщик налоговый или те, кто работает. Господа, задумайтесь. Сейчас проблем нет. Люди, как совершали сделки, так и совершают. И тут вдруг. Прогтана Бабич, Стивно Баш. Скажите, пожалуйста, это, как еще нам стосуется, лише продажу нерухомостей или так же спадку? Мои на увазе оформление спадку, так? Да, в целиком плане. Когда кто-то хочет оформить спадок, Казаповит и так далее, не писается. Не, не писается. То есть, там будет спад эту... Там маленькая доля на рынке. Там маленькая доля на рынке, она интересная и вызывает, и будет вызвана конфликт. Купи, правда, что? Я маленькую добавочку хочу добавить. Одно предложение. Когда Алексей Дмитриевич говорил, он сказал, их мало. Вы подумайте. 5% придет сегодня только на рынок. Всего 5. Монополистов. Естественно, что получится? Конкуренции нет, а монополизм и цены взрастут. Ну, пусть не сегодня. Сегодня им не разрешили. Ну, тогда с февраля они поднимутся в 10 раз. Так, как они поднимались в прошлом году. Я хочу дополнить, вернее, подрезюмировать то, что сказал Алексей Дмитриевич, на вопрос, а что же делать, да? Ну, во-первых, уже было сказано отменить постанову 231. Это очень правильное решение. И я думаю, что еще можно было бы сделать, но только это не от нас зависит. Вот недавно сменился министр юстиции, а Министерство юстиции, как известно, очень сильно продвигало эту тему, по-другому это не назвать. Лавринович ушел, теперь есть Лукаш. Лукаш еще, возможно, не в курсе всех событий, которые происходили, но мы донесем до нее эту информацию. Я надеюсь, она прислушается. Но еще есть фонд госимущества, то есть Рябченко, который в прошлом году сам признал, когда приказы фонда госимущества, которые в этом году продублированы этой постановой практически, были отменены эти приказы через две недели. И Рябченко сам сказал, ну, рынок не готов сегодня к тому, чтобы ввести такие изменения. По сути, ничего не изменилось, но, видать, рынок подготовился, хотя я не вижу где. Так вот, у меня есть еще один пункт того, что нужно изменить. Я думаю, Рябченко сам должен попроситься в отставку, как не оправдавший надежды тех, кто является его подопечным, то есть оценщиком. Спасибо. Шановные коллеги, тривая заседание в пресс-клубе незалежной медиа в пресс-клубе и журналистов. Нагадую, это заседание на пресс-конференции, поэтому вы тоже можете брать в этом участие и спорно-вачивание в этом поддержке. Вот же, кто хочет висловить, а еще поставить запитание, но, особенно, все-таки, дужманалістов заклик, но и другие также могут брать в участии. Канал СССР, скажите, пожалуйста, все-таки, как признать вам ценно-вашу доля в Уфии на ближние 2-3 месяца в Украине по ценностям майна? Если мы не достучимся до правительственных органов, которые в состоянии принять адекватное решение по этому вопросу, то есть отменить постановление 231 и сесть за круглый стол с общественностью по разработке новой методики взимания налогов, схема может выглядеть следующим образом. Рынок немножко-таки подготовился, в том смысле, что люди постарались закрыть сделки до 1 ноября. И в ноябре-декабре мы будем наблюдать на рынке недвижимости затишье, то есть оформление сделок будет минимальным, и существующие налоговые оценщики где-то как-то будут с ним справляться. Если у нас начнется острый рынок недвижимости, то справляться они с ним не будут, им придется расширять филиальную сеть, и для этого понадобятся дополнительные затраты, придется поднимать цены. До февраля месяца действуют отчеты, отчеты октябрьские сделаны еще по старой методике. С февраля старые отчеты действовать не будут. У налоговых оценщиков будет полная свобода действий, в том числе в аспекте установления цен. Мы ожидаем очень серьезный рост цен с февраля месяца на оценочные услуги. В следующем году мы ожидаем то, что я говорил, то есть начнут выстреливать эти риски, начнется практика взыскания недоплаченных налогов через суд, в том числе с конфискацией имущества. Это мы будем наблюдать уже в первой половине следующего года. Кроме того, в следующем году налоговую оценку, вот как я говорил, платят все, по принципу платят все, будут расширять на налогообложение владения. То есть если сейчас мы говорим о сделках, о доходах со сделок, то в следующем году будет предпринята обязательно попытка оширить на владение недвижимостью, то есть на всех граждан. Представьте себе, у нас граждане стоят в очередях даже к существующим нотариусам. А что будет, если всю страну поставят в очередь к статусу оценщика? Всю страну. 30 миллионов объектов недвижимости. Как вы себе это представляете? А за отсутствие данного документа будут торговать, как за неуплату налогов. Очень серьезно, вплоть до уголовной ответственности. Вот такая вот веселая перспектива. Подожди, пожалуйста, как выглядят коррупционные склады, а функционирующие, ну, при занимающихсями правилами. 80% по договору они будут отчислять, что-то сверху, будут продолжать торговать местами у корыта. Если схема будет развиваться, то цена места будет расти. Потом, поскольку даже морщик у нас на 45 дней, лишних, как говорится, вот этот планктон, вот этот оценочный, который они набрали, они будут отфильтровывать потихонечку. И где-то к концу февраля, началу марта, путем прекращения действия договоров лицензионных на программное обеспечение, они отфильтруют всех, кто надеялся по-быстрому срубить денег на этом деле и оставят только свои филиалы. То есть, фактически, мы будем иметь по всей стране филиалы фирмы Аргументы, фирму Линдис. Я отвечу на ваш вопрос. Вы говорите о коррупционной составляющей, а она уже есть на сегодняшний день, потому что фонд имущества сделал все, чтобы не пропустить для них чужеродных на данный рынок. Давайте посмотрим интересную схему. Сдало экзамены сегодня более тысячи человек, оценщиков. По идее, это должно было быть более тысячи предприятий. Почему? Один человек на себя регистрировал одну фирму. Директоров сдало экзамены более тысячи. А мы их имеем сегодня только 300. 700 человек, ну, 600 человек получили отказы. Я рассказывала, каким образом они получили отказы. И самое важное в этом. Вы подумайте, фонд госимущества выбирает литературные произведения как продукты интеллектуальной собственности только у одного предприятия. Вы что думаете, не существует других объектов интеллектуальной собственности? Они же есть. Я, может быть, не поняла. Я не отвечаю на ваш вопрос. Я не прит替ала в согласии? Вопрос. Форма, да. Все, я отвечаю на вопрос. Налоговым оценщикам сегодня запретили указывать в счетах больше 300 гривен. Когда вы придете к налоговому оценщику, он нам скажет, мне запретили устанавливать цену выше 300 гривен. Но вот посмотрите, я же из 300 гривен должен 80% отдать дяде, плюс я должен что-то заплатить за офис, за электричество, за телефон, за интернет и что-то кушать еще. Поэтому дайте мне, пожалуйста, еще 500 сверху. Вот так это будет выглядеть. Это будет оформлено либо как дополнительные услуги, либо просто как деньги сверху, потому что невозможно, не может оценщик работать даром. Вы же понимаете, что 80% это всего лишь 100 практически. Там ничего не остается, там остается только на сухаре. Ну а еще надо с такой ценой рахунок, 300 гривен. Ну при чем вы заплаты за ценой рахунки дальше? Поставят в очередь. Поставят в очередь. Поставят в очередь. Поставят в очередь. Или поднимут стоимость, потому что программа позволяет делать все что угодно на самом деле. Все эти разговоры об объективной оценке, да, это разговоры в пользу бедных. Потому что оценщик на самом деле может выбрать, там программа предлагает им ряд аналогов, и он может выбрать из них. Такие, какие ему больше понравятся. Я с вашего дозвола зверну увагу на термаштам записывал в угоде, потому что ця угода є в таевницею протягом 15-ти роков. Если вы разголошуете эту таевницу, то получаете штраф 100 тысяч рублей. По поводу программы, если можно, я дополню. Когда говорили о том, что есть рекомендации не писать в счете больше 300 гривен, там же, в этих же письмах, рассылаемых новых оценщиками, было указано, что а если у вас не получится внести информацию от заказчика в анкету программы, тогда вносите эту информацию в соответствующую анкету в формате Excel. Зачем эта программа? Неизвестно. Если то же самое можно сделать в Excel. Так вот, что касается того, как Вы сказали, почему… Как клиенту себя вести. Да, как клиенту себя вести, это само собой. Вопрос к тому, будут ли брать больше или не будут. Вполне возможно, что просто-напросто скажут, программа не работает, приходите позже. Или кроме этих 300 гривен будут просто честно говорить, что 300 гривен – это официально, а 1000 – неофициально. Не хотите – идите к другому. Вот и все. Будете ходить кругами как бы чаще. А если я в аркете Вам поставлю, что состояние дома неудовлетворительное, то Вы мне доплатите еще 500 гривен. Но Вы сэкономите 2 или 3000. Понимаете? Человек, который… Можно, да? Человек, который… Грубо говоря, оценщик на данный момент… Может Вы назовете, чтобы разумеется, назовите еще раз. Забмин Геннадий Веница – оценщик. Просто, чтобы Вы понимали, сейчас все оценщики живут, грубо говоря, по законному государству, да? И несут ответственность за то, что они пишут. Каждый оценщик здесь присутствующий, имея небольшой стаж, в состоянии научить любого человека продать любое имущество на крещатике по этой программе. За одну риму. Выход на объект, идентификация объекта и осмотр объекта – они предусмотрены новым законодательством. Понимаете? Любой из новоиспеченных оценщиков оценивает кота в мешке. Я владею и понимаю, для чего мне это надо. И если я, грубо говоря, понимаю, что мне надо заботиться о нового, я всегда вам скажу, что в доме у меня нет ничего. Газ мне обрезали, вода у меня бежит, штукатурки у меня дома нет и полов тоже нет. Я понимаю, что я несу за это ответственность, да, как заказчик. Это я понимаю по-новому законодательству. Просто человек этого не понимает. Он понимает одно. Если ему сказали, что так можно с экономиком, так и сделать. Вот вам коррекционная составляющая данная схема. На данный момент существует нормальная отработанная закона про оценку имущества системы. Без идентификации и осмотра объекта оценка невозможно. То есть мы оказывали сами выйти, просмотреть состояние, убедиться в качестве, сделать фотофиксацию и обязательно приложить ее в свой отчет. То есть даже через 10 лет вы откроете любой из наших отчеток и увидите там, мы там были и вот оно было в таком и в таком состоянии. А сейчас что? Бабушка принесите мне паспорт, отсканюхите его, я его отправлю в Киев, а из Киева через две недели мне придет неизвестно что. Опять же определение стоимости. Стоимость диктует рынок. Если в Киеве эти независимые, или как я говорю, новые оценщики, они в состоянии определить. Есть рынок? Есть рынок, да, продажи квартир, есть рынок продажи, допустим, частных домов и рынок семейных участков. Давайте идем на 300 километров от Киева в Гухи и все, там где дома продаются по 3-4 тысячи гривен. Это реальная цена. Они будут просто заколочены и заброшены, потому что никто не захочет макить налога больше, чем стоит данный объект. Вот к этому мы придем. А мы придем однозначно, потому что там нет рынка. Те люди и оценщики, которые находятся на местах, они в любом случае владеют рынком. И владеют рынком намного лучше, чем институт оценки, созданный в прошлом году и просуществовавший на рынке один год. Понимаете? База оценки, рыночные сделки, они все хранятся у нас у всех, мы все знаем. Не институт оценки, а названный институт. Да, 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 названный институт оценки, просуществовавший ровно один год. И у учредителей один человек. Понимаете? Вот вам коррупционная составляющая. Я хотел маленькую добавить еще ремарку. Все субъекты оценочной деятельности по направлению 3 имеют уставленный фунт одну тысячу гривен, где взносно в уставный фунт есть стол письменный. Один субъект оценочной деятельности. Следующий берешь. Четыре стола, четыре стула. Дальше. Еще какие-то документы, непосредственно бумаги там и тому, и тому, и тому, и тому, и тому, и тому. Какой компьютер хочет есть? Понимаете, в чем дело? То есть, вопрос, который поднимается, я еще раз хотел бы акцентрировать внимание журналистов. Оценочное сообщество, все, которое работает и работало на рынке, является граждан нашей страны. Все оценщики хотят, чтобы наша страна развивалась и жила в рыночной экономике. Потому что специальность оценки – это специальность рыночная, однозначно. А как следствие, только рыночная экономика в данном случае понимает, да, имеет тенденцию падения, развития, но она движется. Рынок диктует это все. Безусловно, все оценщики заинтересованы, чтобы капитализация страны или стоимость активов была отображена по реальной стоимости. Чтобы налоги поступали нормально, чтобы налоги поступали с правильной стоимостью, налоги должны быть социальными и уплачиваться населением адекватно и восприимчиво. Для этого надо работать. То, что сейчас происходит, не проблема в оценщиках 9 тысяч, хотя и в ней тоже большая, потому что 9 тысяч человек оценщиков 7 по 3-4 человек умножаем и далее 45 на 50 тысяч человек, если что, с рынка уходят смыслы, идут в никуда, на бирже труда. Вопрос другого порядка. Куда мы движемся с точки зрения идеологии развития страны? Первое. Какие коррупционные схемы у нас утверждаются и кем? Второе. Третье. Какой ущерб государству сейчас будет нанесен? Сложно посчитать огромнейших. Четвертое. Полная социальная несправедливость и невозможность себя защитить в данном случае. И самый последний аспект, господа. Информация о ваших, о вас будет у частных фирм, где написано, что вы, вот он отчет, пример отчета, два листочка и анкета на три листа, что вы полностью все свои данные им передаете о себе. А вас будут иметь всю информацию, будут знать, как вам поступиться частные фирмы. Информация, входящая даже в общий реестр в комнатах, не защищена. И мы столкнемся с тем, что столкнулся Минюст. То есть фактически базу можно сломать и знать обо всех графах, где это видно. Дякую, шаново и коллеги. Я обратил вашу внимание, что заседание пресс-клуба Незалежной медиапроспилки и спилки журналістов Украины уже длится по три часа. Нам подали очень интересную информацию. И очень интересную информацию, потому что мы можем стать заручниками этой схемы. И станем, очевидно, очень схожей на это. Но я думаю, что поразило шуметь. И поэтому, если есть какие-то вопросы, особенно до журналистов, а может кто-то хочет дать какую-то новую оценку, а может кто-то импоновать, то, пожалуйста, прошу вас, кто хочет. Мы неоднократно обсуждали в экспертной среде проблему налогообложения, оценки для налогообложения. Большинство экспертов сходятся к тому, что нужно прекращать изобретать вот эти коррупционные велосипеды. Нужно взять на вооружение опыт западных стран США и Европы, провести катастрофу оценку всей недвижимости и на этой базе рассчитывать все налоги. Что касается дохода, то вот совершенно правильно говорю Алексей Дмитриевич, нужно исходить из рыночной стоимости, но обладать не весь оборот от продажи, а также, опять же, как действуют все развитые страны, обладать именно доходом, разницу между ценой покупки квартиры и ценой последующей перепродажи. Спасибо. 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 Сергей Сергеевич, по агентству «Нью-24 Юрьев». Сергей Сергеевич, по агентству «Нью-24 Юрьев». Я хочу поблагодарить организаторов, во-первых, а во-вторых, коллегам-журналистам предложить это один из немногих случаев, когда мы можем реально помочь обществу. То есть, когда от общего переходить к частному. Коррупция боится света. Вот если брать, например, поименно, например, взяли Каипецкого и долбить журналистскими расследованиями, пускай даст интервью, расскажут, как будущим председателем общественной организации создалось предприятие «Объеднание громадян», частный институт, и каким способом, то есть, начали они руководить этими процессами и проводить хотя бы минимальный ликбез для общества. Потому что одно дело вы здесь рассказали нам, а пока общество этого не поймет, и журналисты не выступят как ретрансляторы вот этой беспокойности, то грош нам всем цена. Правильно, абсолютно. Вы прямо перехопили мои думки. Я хотел сказать, что наш приклад свидетельствует о том, что когда журналисты приходят до Верховной Ради и говорят, «Нет, закону про накоп, так званого, то вы понимаете, где как-то в жовтні происходят такие заходы. Влада выступает. Когда этот год следы журналисты приходят до Министерства внутренних справ и говорят, что досить нас бить и порушить справу за 171 стратегию, Влада выступает и делается. Я не люблю журналистов, но эта история относится каждого из нас. Я думаю, что все граждане, по идее, должны быть заинтересованы в том, чтобы прийти, я не знаю, где, до Кабинета Министров Азарова или до Фонда Держмайна и выступить с протестами. Ну и на этом, с вашего дозвола, и еще есть желание выисловиться из наших гостей? Нема. Отже, на этом, я думаю, что наши гости на участники заседания дадут задовольные ответы вам. Уже к каждому конкретно. Эсклюзивные какие-то вещи. А я оголошу черговое заседание Прес-клуба независимой медиаправоспилки и спилки журналистов Украины за участие и за поддержку спільного бачения завершенным. Дякую вам всем за увагу. И у нас традиционно происходит. Мы фотографируемся все вместе на прощание. Я сейчас попрошу вас не расходьтесь, приедите сюда, пожалуйста. Я сейчас попрошу Оксана, она нас фотографирует. И мы где-то в интернете на фейсбуке выставим эти фотографии на память.